Очередь за билетами на первый домашний матч в этом сезоне растянулась на много метров. Внезапное солнце, выходной день и надежда на то, что провала больше не будет, объединили этих людей. Команду уже простили за прошлый сезон и за два поражения на выезде. Они вот проиграли в упорной борьбе те матчи. Вот сейчас мы надеемся, что они выиграют. Сегодня начнем с победы. Я думаю, будет лучше. Но игра покажет. Игра покажет. Болельщики все на это надеются. Некоторые даже догадали, если вот эти две игры не выиграют, ходить не будем. Из прошлогоднего состава в мостовике Приморья остались только четверо. Сергей Ефремов, Андрей Киселев, Петр Андриянов и Кирилл Музыка на воротах. Задача руководства клуба простая – радовать зрителей, а их на трибунах полно. С первых минут матча игра пошла ровная, в основном в центре поля, без атак. Первыми покусились на воротах хозяева на 10-й минуте. Но мяч рикошетом отскочил от защитника Сахалина и пролетел мимо ворот. Уссурийцы атаку повторили и вновь безрезультатно. Гости отвечали реже, но не менее опасно. Заметной фигурой в первом тайме был Александр Крючков, номер пять. Несколько раз ему удавалось выйти на огневую позицию, но удары не были точны. Атаки чередовались, то у одних ворот обстановка накалялась, то у других. В основном бились штрафные, но бывали и яркие моменты с углового. Одна из острых ситуаций перешла в потасовку, что на уссурийском стадионе редкость. Как бы досадно не было игрокам обеих команд, но счет так и оставался нулевым. Во втором тайме ситуация изменилась, но не сразу. Несколько ударов не увенчались успехом. Денис Королев, номер тринадцать, за три секунды умудрился дважды нарушить правила и заработать желтую карточку. И вот к середине второго тайма удачный угловой удар довершил Дмитрий Лушников, номер семьдесят семь. Счет открыт. Мостовик Приморья вышел вперед. И тут фортуна определилась с фаворитом на этот вечер. Сергей Ефремов, номер семь, удачно послал мяч в ворота Сахалина и увеличил разрыв в счете. Оборона гостей пришла в смятение. Ошиблись защитники. Сами себе угловой привезли, со стандартного пропустили. А после второго гола просто анархия в обороне началась. Только победу требовал изголодавшийся зритель. И снова семерка попала в цель. 3-0. И завершил разгром Сахалина Руслана Бозный. 4-0. Дублем отметился уже известный уссурийским болельщикам Сергей Ефремов. Чувствую отлично. Коллектив очень хороший подобрался. Да, всех молодцы. Всех поздравляю с победой. До следующего матча времени немного. С тем же Сахалином Мостовику придется сыграть кубковую встречу. И эта победа не повод расслабляться. Каждая игра она по отдельности. Завтра мы можем снова выйти с Ахалином. Они нас могут обыграть и 10-0. От каждого зависит определенный день, настроение. Может звезды не так стояли там. Или солнце. Понимаете? Так нельзя говорить. Слабей, сильнее. Это некрасиво.